Словила сейчас паниночку. Печки назад тянем, пятки собрать. Переклз тренера, чек. Правильно. Короче, не выдерживай мой организм, я держалась за последнего. И это будни тренера. Сегодня 23 февраля. Угадайте, кто приехал работать, а не кто работать как бы и не собирался. Я по пятницам и понедельникам работаю у себя в Москве, у себя в студии и в детском саду. Я, значит, такая, прихожу в детский сад, такая, здравствуйте, я готова работать. Охранник говорит. Мария, сегодня 23 февраля, праздник, никто не работает сегодня. Я такая, как никто не работает? Я тренер, я всегда работаю. В смысле? Прихожу в зал, думаю, блин, наверное, надо написать моим детям, они вообще собираются прийти или нет. Я даже не подумала о том, что сегодня праздник. И мне пишут. А мы вообще-то и не собирались. Ну ладно. Сейчас придет точно Мадина. Занимаюсь с ней, значит, с одной. И поеду спокойно домой. Ха-ха-ха. Отдыхать. Пока я записывала вам этот кусочек видео, вышла новость о том, что Ирина Александровна Винер официально объявила о завершении карьеры Дины и Алины Аверлины. Я считаю, давно пора. Ну, как бы, на что они надеялись? Ладно, они надеялись на Олимпиаду, на эту. Но у нас на нее никто не пустил. Так что, все, девочки пусть отдыхают, ездят на мастер-классы, денежку зарабатывают. Все. Они молодцы, мы ими гордимся. Наступил час покоя, так скажем. А то я, на самом деле, в детстве очень их любила. Ну, это Хвостикина, может, знаете, да, как они раньше выступали. И я раньше думала, что они на два года младше меня. А когда я выяснила, что они на два года старше меня, я такая... Боже мой, понимаете, что им 26 лет вот в августе будет. Они до сих пор скачут. У меня уже... Я уже вся разваливаюсь с ней, понимая. Потому что мы, как бы, гимнастки разных уровней, но все же. Как бы, мне вообще тяжело придвигаться иногда бывает. Я хожу по лестнице, у меня хручит коленка. Она скоро отвалится, видимо. Примела. И раз. Ну, хватай пальчиками обручь, молодец. Держи крепко. Раз. И хватай. Не сгибай ручку, молодец. Сегодня какой день у меня? Простой. Даже не такой уж сложный. Ой, завтра зацел день тренировки. Воскресенье соревнования. Вечерный просмотр. Игры в кальмара. Какого-то реалити-шоу. Я почти доубила мозаику. Осталось чуть-чуть. Как я говорю, завтра едем на тренировку. И меня заболел. Как же я уголшу, да, трансовей? Непонятно. Приехала уже в Королев. Словила сейчас паничку. Потому что подумала, что я потеряла кошелек. Короче, испугалась. И сейчас знатно. Если честно, боже, у меня прям сердце в садки. Ушла какой-то основной магазин открылся. Был раньше котю шоурум. Тут какие-то теперь вроде бы одежда. И не одежда. И еще и иконы. Очень необычный магазинчик у нас тут открылся. Так, ну моя любимая суббота, как говорится. Сегодня не так, ладно, приехала в зал. Потому что не было у меня дома с утра. Я побольше немножечко поспала. Сейчас у меня малыши. Кстати, я вам, так скажем, еще не пожаловалась. У нас тренер, вернее, у меня, у нас, не знаю, моя коллега ушла в декрет. Она через два месяца рожает. И она всех детей отдала мне. Слово понимание, у меня раньше было четыре группы. Четыре группы. Нормально. В каждой около, там, десяти-пятнадцати человек. Сейчас у меня три группы. Ну так, три-четыре, одна группа приходит ко мне только один раз в неделю. Как раз старшенький, который семь плюс. И у меня в каждой группе по двадцать пять человек. Двадцать пять. Да, они, конечно, всем составом, не знаю, я надеюсь, они все составом не придут. Никто в жизни. За эти ближайшие три месяца, пока она будет декрит. Или четыре месяца, пока она будет декрит. Но это все равно жесть. Вот честно, я прям эту неделю уже как-то пережила. Следующую неделю, я не знаю, вот с малышами очень тяжело. Прям вот малыши тоже там мне говорят, что мы вас видели, маму, в телефоне, на ютубе. Дети, знаете, очень тяжело, когда двадцать пять человек вот так вот в одной группе и с ними надо со всеми выучить упражнения, надо вести их на соревнования. Ну, потому что уже девочки там восемнадцатый год, и уже надо начать выступать. Это жесть. Это просто жесть. Ну, я подумала, что на этой неделе мне, скорее всего, повезло, потому что были каникулы, и многие на каникулах уезжают куда-то, куда-то на дачу, куда-нибудь на отдыхе. А тут... Ладно, буду держать в экскурсии, просто я во вторник были тренировки, их было очень много. В старшей группе тоже у меня там прибавление, ну, так скажем, в основной. И обычно я успеваю там всем встать по два, по три раза на прогоны, а тут я всех поставила по одному разу, и я просто сижу и думаю, то что... Ну, у меня, знаете, построенный тренировочный процесс, все идет как бы своим чередом. Я знаю, что в какой день у меня акробатики, там элементы и все такое, что мне надо с ними отработать. Сегодня их не так много. Шесть, давайте, 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 держим. Семь поменяли ладошку, на другой стороне держим, на другой ручке. Молодец, давай, 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 давай. Самое веселое задание, давай, ну, поймай, давайте, об голову оббить и оп, прыгай и лови. Ну! Вот такой нежильный, вот такой ширинный, вот такой ужинный, сильнее прогибаемся назад, плечики назад тянем, пятки собрать, коленки вырваны, прогни сильнее, сморт на меня еще. Ну-ка, все головы до пупы достать, плечики мая назад, коленки выпрями, колечко закрыли красиво, раз, сильно прогнулись, прям два, три плечики назад тянем, четыре, но супчик я боюсь не успеваю. Поэтому сегодня едим картос куфри и ролл какой-то я взяла. И убрала соус, потому что соусы я, эти майонезные, не все люблю в Макдональдсе. А если ты по кругу вот так сделаешь? Да, типа, как мишина. Нет, я вот так сделала. А что это, жбот как калин? Ой, калин, машина. Как мастерство. В зрительном контроле и с помощью рук. Добиваем волны, четыре волны упражнения. Раянки, вы примите. Где меня видела? В тиктоке. Ты же нигде не видела? Ну, в ютубе еще. Ну, видишь? Какая молодец. Теперь себя увидишь на и тут. Ага, как здорово. Иди и работай, Анастасия. Как здорово, как классно. А это мое новое предупреждение, кстати. Это ребенок. Господи, другого тренера было. Так мы тренируемся. Теперь я совсем одна. Ладно, не совсем одна. Смотрите, сколько у меня. Все меня развлекают. Что я поняла? Что мы заканчиваем в девять. Мне в семь утра нужно, в семь тридцать нужно быть в Королеве. Потому что я только с утра осознала, что я не доеду никогда. Ногинск сама. Шарвань в Ногинске. Вот меня заберут. А как я поеду обратно? Ну, видимо, на такси. Очень грустно. А что он тут забыл? Вот именно. Будешь со звездой. Подходит ко мне Ирина. Показывает пальчиком вон туда. Я что должна сделать? Скакалка, скажи, пожалуйста. Не знаю. Чистенько и аккуратненько взяли. Что-то желтое все такое на камере. Тут вообще не такой свет. Странно так. Дорога, конечно, жесть. Просто посмотрите, какую лужу я сейчас обходила. Это не единственная лужа, которую я обходила. Она просто по весь простору. Я еду домой. Что могу вам сказать? Вставайте мне. Пять утра. Время девять. Я еще, ну, сами видите, не доехала, да? Дома. Ну, доеду, еду. Непонятно. Ну, как-то непонятно. Я примерно через час буду дома. Мне же надо покушать, собраться. В одни соревнованиях я не переношу, если честно. Именно утро. Дедешки, вы приезжаете, уезжаете, даже если рано. А мне там сидеть с утра до ночи. Грустненько. Ну, ладно. Не жалуемся, не жалуемся. Жить прекрасно, детишки. Все ради вас. Все ради вас. Самодол. Это кто за собака такая? Это у вас глаз как-то, вам видно вообще что-то? Чуть-чуть, чуть-чуть взгляд посырится. Товарищи, покажи, как это будет стыдно. Стыдно. Им стыдно. Вот так с ним должно быть. Потому что комментарии и лайки не ставят. Согласна? Согласна? Такое уж согласно. Время чуть-чуть около восьми. Я вам вчера говорила, что собиралась ехать с мамой девочки. Там что-то как-то я поеду. Потом поняла, что я никак обратно не доеду. И поэтому взяла машину на сутки. Вышла, наверное, двести, кстати. Так что в целом не так уж и дорого. На сутки машину. Нормально. Еще причина, почему я решила поедать все-таки сама. У меня муж заболел. Жених мой. Ладичек мой хороший. Ее за всех сил хватало за ним ухаживать. Он, конечно, он там лежит и умирает. У него температура 39. Он такой, не улезай. Я такая, не могу. Так что я снова иду на жертву и за соревнования. Забыла сказать, что голова немножко понимает, что почему я решила в итоге поехать. Мне не такси. Потому что сейчас такси, я всегда успел доехать до Гинска. Четыре тысячи. Я уверена, что обратно будет не сильно дешево. Даже если будет две, три тысячи. А машина на сутки стоит три. Двести. Угу. Тут как бы я спокойно живу, со процентом у меня есть транспорт, который меня довезет. Хоть докуда-нибудь. Раз еще проблем такая, то что заканчивается финанси, не черт говоря, в одиннадцать. И у меня многие сказали, что пора ждать не будут. Типа Мария Хала, нам сейчас засрану. Типа на следующий день в школу. Мы не будем ждать пора до одиннадцати часов. Я такая, ладно, да, окей. Вообще максимально обидно. Я села в машину. Тут есть карплей. Ну что, мы не весь бипорт. Кто-то его сломал. Зачем мы так сделали? Как же я сейчас буду ехать. Блин. Ну, конечно, и как, трудом насмотреть. Когда он на экранчике в машине. Круто. Все, давай есть. Я и перетарковалась. Тут не есть, конечно. Я хотела было ближе к даме. Не забыла, только в конце я парковалась, что я. Так, мое новое приобретение. Сегодня выступает. Посмотрим, как выступит. Ну что, как будет. Посмотреть, сколько родителей выступают. Малыши сейчас. Я приехал не поддерживать своих маленьких звездочек. Тут из-за этого не протолкнуться, к сожалению. Они просто еще не знают, что их ждет в будущем. Потом они будут отправить детей уже. Господи, слоге-нибудь уберите моего ребенка. Так, Катя пришла мне показать. Купили ей блокнот. Показали, как ручка работает. А, да смотри, как много цветов, да? Очень классная ручка. Я уже испугалась, что автограф пришла просить. Очень классный. Скажи, можно ваш автограф? Так, вот девочки-звезды. Покажите, что подарили. Давай, открывай пакет, показывай. Анпакинг. Так. Правильно. Самое то гимнастка. И... Тархун. Ну, вот смотри, вам путь подкрепиться. Все, девочки, молодцы. Идите к мамам. Будь они вас тоже сфотографируют где-нибудь красиво. Идите. Что-то я сидела сейчас, готовила девочек. И задумалась над тем, что я вообще-то раньше тоже выступала. И уже настолько это все, знаете, уже все забылось. Что я раньше тренировалась. То, что я тоже раньше. Вот так приезжала на соревнования, выступала. А ну, конечно, что-то есть там в памяти, но уже, как будто, знаете, это было не со мной. Выросла девушка, выросла. Сама тренировала. Ну, а да. Ой. Тут просто капает. Нет слов, нет комментариев. Ладно, пойду обратно на соревнование. Держусь на 50 минут. Парад в 11 часов, если не ускорится все. Уеду я отсюда, соответственно. В первом часу, если не во втором. Время пить витамины. Сейчас я пообедала. Надо с них сразу выпить. А, все, пока с упаковкой. Сейчас награждение будет. Ой. Да, сейчас будет награждение. Я просто награждаться. Ручка. До утра. До час ночи. Да. Да. Почему бы и нет. Девочки, только что с вами сфотографировались. Все скажут, когда ты не собираешь тренера. Вот, смотрите. Вера, Вер. Тебя уже три раза выслеживают. Подойди к тренеру. Я хожу с тобой как-то там. Я подхожу, она с меня. Я тебе здесь как-то просто с меня убегаю. Это колозы. Мы даже вовремя идем. Я вас так беру курс. Она ленточка, не пианино. Да, но она домой приходит и не играет. Вот, смотрите, какие. Автографы. Вы только вы не потеряете теперь этот наколенник-то. Тут еще один наколенник, но она его уже отнесла куда-то. Ручками. Ура! Они очень довольны. И отечка. Плохая. Я вышла в зал и внезапно подчас домой. Честно, очень я измотана. Мне будет немножко вылаза музыки. Полтора часа мне еще не надо дома. Сейчас посмотрим. Сейчас 15-15, вроде бы, показываем вот этого. Я на самом деле, ну, честно, откровенно, ехала на соревнования с надеждой, что вот сейчас мы будем все звездами. Малыши все звезды, все отлично. Как бы к малышам претензий нет. А вот уже большие сейчас выступали в категории А. Ну, потому что делится уже. Ладно, Вера, Амелья, там у Ситры человека было. Наверное, гигантский кубок, они сильно не расстроились. Ну, за 14-й год мне очень безумно обидно. Ну, честно, откровенно, я сидела и судила. Я видела, какие дети выступают. Никого там не обидит, но... Дети у меня точно не самые страшные были. Да, там Маша выступала с Лентой. Там Настя насрала в булавах. Ну, да, это, наверное, собрало. Ну, грустно, конечно, что мы ничего не взяли, никакой пьедестал. 14-й год. Блин, вы козы. Работать надо нормально, значит. Всё, я хотела бы возмущаться, потому что вот как награждали. Ну, награждали как нужно. Но я рассчитывала, что вот награждать не как обычно. Ну, как это. Три человек на первом месте, пять человек на втором. 99 на третьем. И все звёзды. Ну, что-то я тут не увидела, что в категориях их по-другому награждают. Грустненько. Короче, не выдержал мой организм. Я держалась до последнего. Но я давно не плакала. Да, дети. Плачу я. Потому что я слуху потерялась. Это ты в Москве. Я пропустила поворот на земляной вал. Я понимаю, что на земляной вал, блин, это уже центр. Инвигатор везде работает. Я просто еду по прямой. Я вижу, что автобус. Я еду по автобусной полосе. У меня закончилась омывайка. Я ничего не вижу. Я просто ехала, ехала, ехала. И она такая, о. Где-то я тут была. Как мне ехать отсюда, я без понятия. Короче, слава богу, тут была какая-то парковка. Я просто переброновала машину и вызвала такси. А плачу я, потому что я устала очень сильно. Лично. Я мариумиха, он ты как вы держите, так я витамин пью. Ну, я давно не плакала. Я простительно. Сороче, жду такси. Такая недолага, я просто не могу. Страшила. Лада, хочу... Сейчас просто хочется, чтобы я поплачу, чтобы я просто люди пожелела. А мне, блин, даже никто не может. Вот такая я позднулась сегодня утром. Вчера вечером я его не успела снять. Кто мне подарили, давайте отберем. Знаете, мне подарил конфеты. Что мне подарили? Раз. Два. С околоткой. Это подарок от организатора. Церковь. Вверх подарили свечку. Семечки. Раз. Кофе. Отмортик. Два. Тыквенные семечки. Арахис. Семечки такие. Кукла Луза какая-то. Сы. Кофе. Три в одном. Прикол в том, что у нас как-то тоже на наших соревнованиях был спонсор. Мартин. Он в Мартину. Я темно, видимо, не дали. Тогда я уже не уступала. Чипсы. А. И то, в зеркну. Дали еще такие. Угар. Класс. А ведь мне сейчас дали кукурузные палочки. И тоже какую-нибудь длинировку. Что в целом забавно. А еще мне подарили цветы. Которые я вчера вот так раз пришла и поставила. Вот потому что я прямо забыла. Тасячка мне вот так и понравила. На зубок, так скажем, попробовала. Вот и цветы. Сейчас я их немножко чуть-чуть полью. Которые дают их выну. И будут еще дай мне. Причем с кондентами мне очень понравилось. Я со своих родителей собрала по 300 рублей. Потому что ехать на Гинск. Ну, специально эти дороги потратились. А у меня выходные вообще-то. Вот. Я из них собрала 300 рублей. Потому что я одна не была. Мне приехала Карина. Помогла. Вывести детей. Вот. Во все деньги ушли на дорогу. Потому что мне что-то подарили. Еще помимо того, что я из них собрала. Вообще я... Боже мой, спасибо вам большое. Я не ожидала. Я думала, вы скажете. 300 рублей вы читали? О! Нет. Какие хорошие. Звони звонок. Ну, звони. Ну, что, позвони. Ну, позвони еще раз. Ну, позвони. Молодец. Голос. Молодец. А зайку покажи. Зима. Внизу давай. Иди на диван давай. Быстрее за ноги. Давай зайку. Давай зайчику. Зайку давай. Молодец. Как стыдно. Чего мой, ё-моё. Молодец. Нос. Вилы. Морочку. Нос. Да. Холодец. Дизонни звонок. Дизонни быстро. Звони. Чего позвони. Звони. Молодец. Сделай. Тася. Тася. Ждать. Ты можешь, иди кушай. Можно. Так, сейчас вы ничего с ними. Астетик. Астетик. Молодец. Ой, молодец. Сейчас я ещё хочу. Хотя. Вот. И перекатывайся туда на животик. Хопа. Молодец. Носку давай. Ну-ка, они смотри, как красиво делают. Что там нужно говорить. Вы должны подписаться на канал, ставить лайки, писать комментарии, что бы вы ещё хотели бы увидеть на моём канале, какие бы ролики вам было бы интересно посмотреть. Нравится вам или не нравится, вы пишите. Вы пишите, я всем комментариям рада, стараюсь всем всегда отвечать. Это был бонус. Ха-ха-ха. Субтитры сделал DimaTorzok